Ну и, если позволите, я приступлю к докладу, который будет являться обзорным по тематике, которая действительно актуальна и, в общем-то, готова начать. Плоскопечный рак головы и шеи на сегодняшний день – это очень важная, действительно, важная тематика, которую сегодня мы попытаемся разобрать. Мы долго и много говорим о наших проблемах, связанных с этими пациентами, о том, что эти пациенты остаются у нас не лечены и происходят большие промежутки в лечении. То есть эта тематика достаточно важна. Хотелось бы сказать о том, что, несмотря на небольшое количество, и, вернее, небольшое количество мелких органов в области ОРФ-орингеальных зон, в области головы и шеи в целом, мы видим, что их достаточно много, и каждая локализация, она имеет особенность в лечении, в стадировании и, в общем-то, в дальнейшем прогнозе. 90% всех опухолей – это плоскоклеточный рак. По тому, как предыдущему слайду было объяснено, это действительно гетерогенная группа, она объединена и локализацией, и гистологическим типом, и чаще всего мы видим, что пациенты обращаются к нам по опухолю полости рта. Ну, полости рта и гортань. Гортаноглотка, гортань – это достаточно частые заболевания. Чаще всего это плоскоклеточная дифференцировка. Пациенты по гендерному признаку – это чаще всего, конечно, болеют мужчины, и женщины в полтора к трем, мужчины и женщины. Хотела бы сказать о том, что при обращении пациентов к врачу, к онкологу с плоскоклеточным раком головы и шеи, мы видим, что либо обращаются пациенты с первой, второй стадии, либо это пациенты уже с четвертой, третьей, четвертой стадии. Как видите, на слайде представлено о том, что действительно больше всего это третья, четвертая стадия. Либо пациент видит сразу и приходит, категория пациентов, которые приходят сразу на лечение, либо те пациенты, у которых уже появляется кровотечение, кровоточивость, боли, они обращаются к нам за помощью. Ну, и хотел бы сказать, что до 50 пациентов, да, действительно, они рецидивируют эти пациенты, к сожалению. Ну, и в основном у них признаки рецидива – это в сроке до двух лет. Очень важным является направлением, которое мы действительно отслеживаем и используем в лечении данной категории пациентов – это ВПЧ, положительные и отрицательные пациенты. Ну, и по пятилетней выживаемости, как вы видите, это локализованная форма, это 83,7%, ну, и рецидивирующие метастатические – 3,6%. Факторы риска. Факторами риска являются вредные привычки, это действительно так оно и есть, это алкоголь, это табако, курение, это пациенты, которые невозможно бросить курить, как они объясняют, это невозможно делать, поскольку они уже курят всю жизнь с детства. То есть бесполезно пациента настраивать на то, что пока у пациента не появляется злокачественное образование, обращение и курение, оно является способствующими для развития данной категории пациентов. Ну, и, конечно, другие факторы представлены на слайде. Локализация носоглотки, ассоциированная с Эпштейном-бар-вирусом, как видите, тоже мы этот фактор обязательно учитываем. Ну, и мировые данные. По мировым данным и также в Российской Федерации, как видите, в сравнении, новые случаи представляют, на самом деле, не очень-то много, если говорить по мировой статистике, 234 и 860. И по Российской Федерации 22, более 22 тысяч новых случаев. Число умерших составляет 14 тысяч. По стадиям распределения. По стадиям распределения, как видите, мы уже говорили раньше, на самом деле распространение зависит, распространенность пациента по стадиям зависит от локализации, от формы опухоли, от гистологической принадлежности. Представлю на слайде, что действительно мы видим, либо это ранняя стадия, и зависит также от локализации, если это наружная локализация, это губа, и мы видим, что пациент обращается уже на первую-вторую стадию, это, конечно, здорово, но фактически мы видим распадающиеся опухоли в области дна полости рта, ротовой полости, в области губы. Ну, и по выживаемости больных зависит от первичной опухоли. Перечная локализация, как видите, на представленном графике мы видим, что наиболее благоприятная это локализация в области наружной, опять же, губы, ну и в целом локализация в области горта, а не горта на глотке, имеет, в общем-то, не очень-то благоприятную кривую выживаемость, не очень в зависимости от сравнения с такими локализациями, которые видны и легко доступны для обозрения. Диагностический алгоритм всем ясен, он стандартен, ну и в основном, что на что мы нацеливаемся в последнее время обязательным является это то, что и, в общем-то, всегда являлось обязательным, но по сей день мы стараемся, конечно, настраивать пациентов на то, что необходимо выполнить весь диагностический алгоритм на первом обращении, поскольку нам нужно стадирование пациента. Но и при гистологическом заключении нам необходимы обязательные маркеры, которые также определяют прогноз, и в дальнейшем мы все-таки пациентов с плоскоколечной дифференцировкой понимаем, что пациентки есть различные, пациенты есть различные. Есть пациенты, у которых отвечают очень здорово на стандартную схему химиотерапии, есть пациенты, которые резистенты к плотиносодержащим препаратам и должны в перспективе понимать, что ПДЛ-экспрессия для нас имеет очень большое значение и определение мутационной нагрузки. Поэтому эти факторы, которые мы на сегодняшний день обязательно учитываем для прогноза и планирования пациентов на дальнейшее лечение. Что нужно знать и учитывать при назначении лекарственной терапии для пациентов с опухолей головы и шеи? Естественно, мы должны иметь три основные составляющие. Это факторы, которые ассоциированы с опухолью, то, о чем мы говорили, стадирование, принадлежность, имеется ВПЧ или нет, гистологический тип, ну и, конечно, агрессивность. Второй фактор ассоциированный именно с пациентом. Мы должны обязательно посмотреть на пациента, его возраст, его сопутствующую патологию. Ну и, конечно, необходимо, поскольку все утверждают, что мы не идем на поводу у пациентов. Да, мы не идем на поводу у пациентов, естественно, но обязательно предпочтения пациента также должны учитываться, поскольку пациент может быть и по возрасту, и по сопутствующему, и по ЭКО к статусу. Это все нужно учитывать и слышать пациента, понимать, что пациент сам себе предполагает. Факторы ассоциированы с препаратом. То есть мы должны обязательно использовать стандарты лечения, соответственно, в данном случае это стандарты Российской Федерации, Минздрава Российской Федерации, ну и, соответственно, те стандарты, к которым мы обращаемся, когда есть необходимость лечения пациентов не по стандартным схемам, мы обращаемся, проводим консилиум, решаем эти вопросы. Мы учитываем обязательно эффективность этих препаратов и удобство назначения, опять же, смотря какой пациент, возможности лечения этого пациента. Ну и, конечно, обязательно токсический профиль и механизм действия данных препаратов. Как я уже говорила о том, что очень важным на сегодняшний день является ВПЧ позитивный, поскольку рак имеет более благоприятный прогноз, поэтому это является очень важным для нас и в дальнейшем прогнозировать пациента. Ну и, как видите, на представленном слайде указывается о том, что действительно были проведены ряд исследований по исследованию ВПЧ в опухолевой ткани у пациентов. И в данном исследовании было определено ДНК ВПЧ у пациентов с плоскоклеточным раком, они проводились при помощи ПЦР. Самая высокая распространенность – это миндальная корень языка, как представлено на слайде. Ну и понятно, что проведение на сегодняшний день, то, о чем очень много говорят, о вакцинотерапии, на сегодняшний день рекомендуется также, как не только лицам женского, но и мужского пола в возрасте от 9 до 26 лет. Пятилетняя выживаемость в зависимости от ВПЧ-статуса, в зависимости от локализации. Как видите, метастатические и местно распространенные локализации при красной и синей столбике – это позитивные, плюс HP-вирусные инфекции и отрицательные. То есть, как видите, на слайдах представлена общая выживаемость пятилетняя для этой категории пациентов. Исследование, которое представлено на слайде, говорит о эффективности химио-лучевой терапии в зависимости от статуса. Очень важным является это также ввиду того, что мы видим эффект у два пациента. В общем-то, локализация одна абсолютно идентична и похожа пациенты, но у одного пациента P16 положительный, второй пациент P16 отрицательный. Что же мы видим при химио-лучевой терапии? Эффективность терапии выше при P16 позитивном. Ну и, как видите, мы определяем, что риск смерти в группе P16 также по данному исследованию снижен на 64%. Что мы на сегодняшний день имеем в плане лечения? Конечно, очень важным моментом является, как говорила, несмотря на то, что мы объясняем пациентам, но пациенты очень часто отказываются до обследования. Но стадия заболевания, конечно, очень важна. Это распространенность пациента, это местное и отдаленное метастазирование. Обязательно нужно это учитывать. Ну и самый важный момент – это резиктабельность, нерезиктабельность данной опухоли. Что является основным? Это возможности хирургического вмешательства. Если хирургическое вмешательство, возможно, оно выполняется. При невозможности создается консилиум по стандартам, по относительной стадии назначается химио-лучевая терапия, либо лучевая терапия. То есть у нас в зависимости от лечения, в зависимости от стадии, соответственно, есть лечение о химиотерапии, скажу в последующих слайдах. Ну и еще один элемент, который представлен на слайде – это химиомболизация сосудов опухоли. Мы очень тщательно пользуемся этой опцией, поскольку у нас очень много пациентов, которые приходят с распространенным распространением большим, с распространенной стадии. Причем это местно распространенная стадия при наличии или при отсутствии отдаленных метастазов. Это уже не имеет значения, поскольку здесь речь идет о возможности оказания помощи первичной пациенту для того, чтобы понимать, что дальше этому пациенту назначать. Поскольку у нас мы не можем начать лечение, когда у пациента имеются признаки кровоточивости, и в лечении магистральных сосудов, о чем расскажет нас Ольга Игоревна, о том, что действительно мы не можем проводить лечение при такой распространенности, это очень рискованно. Естественно, вот такая опция у нас присутствует. То, что мы проводим, у нас очень большой опыт лечения этих пациентов. Мы совместно работаем с Институтом Алмазова, Институтом Поленова имени Поленова. И, в общем-то, коллеги, нейрохирурги нам очень тщательно помогают в этом лечении, в подготовке пациентов для дальнейшего лечения. Ну и практические рекомендации, на которые мы также ссылаемся, практические рекомендации по лечению опухоли головы и шеи, как видите, незиктабельность и резиктабельность, представлены основными методами, которые мы имеем в виду. Ну и по лечению клиническими рекомендациями Здраво-Российской Федерации мы имеем арсенал препаратов, достаточно небольшой арсенал препаратов. Это, скажем так, платиносодержащие препараты, в общем-то, и в целом это один таргетный препарат, это Цитоксимаб. И два препарата, которые на сегодняшний день очень плотно вошли в лечение пациентов с опухолем головы и шеи, это Ниволваб и Пембролизумаб, о которых тоже мы скажем чуть позже. Ну и Вероника Викторовна тоже нам присоединится, расскажет про эти препараты. Практические рекомендации по лечению, как видите, слайды также мы опираемся на эти рекомендации в том числе. Ну и не могу сказать о рекомендации НССН, как видите, в первой линии представленные препараты, препараты таргетной терапии и Пембролизумаб, который представлен и в комбинации. И, в общем-то, этот препарат, который действительно очень плотно вошел к нам на сегодняшний день в лечение данной категории пациентов и общая выживаемость, как далее будет представлено, также мы видим, что действительно имеет очень большое значение введение этого препарата в режим лечения этих пациентов. Что мы на сегодняшний день можем представить пациенту и как мы можем планировать, на какие лечения. Различные методы лечения, различные виды хирургических вмешательств. Не могу о них не сказать, поскольку я хирург, и мне хотелось бы, конечно, представить данную категорию пациентов, которых мы ведем вместе в команде. Это пациенты с распространенными опухолями в области ротовой полости, которые были пролечены. Достаточно большой, как видите, объем лечения. Это химилучевая терапия, это хирургическая вмешательство, таргетная терапия. Имелось также в резерве криохирургический метод лечения. Пациент полный объем получил, в общем-то, имеет полный регресс. На сегодняшний день пациента все хорошо. Пациенты, у которых имелось распространенное заболевание в области гортаноглотки, поражение лимфатических узлов. У пациента, как видите, действительно большое распространение. И на слайдах представлена опухоль в различных проекциях, и вы видите, какой распространенности. У пациента проведена химилучевая терапия. Как видите, лечение проведено успешно, ну и у пациента нет признаков рецидива. Еще одна опция, о которой я говорила ранее, это химиобилизация сосудов опухоли. Как видите, у пациентов, которых невозможно лечить и проводить лечение химиотерапию, мы изначально обращаемся к нейрохирургам. Они помогают нам в лечении, проводят химиобилизацию сосудов опухоли. И далее мы пациента получаем для дальнейшего лечения. Пациент с носоглоточным раком у 19 лет, у него был проведен весь объем лечения, в том числе химиобилизация, поскольку невозможно было начать лечение со стандартных методов. Ну и вот, как видите, у пациента есть хороший эффект. Еще один пациент, 47 лет, плоскоклеточный рак, казалось бы, в общем-то, возможности удаления. Пациенту проведена химилучевая терапия с хорошим эффектом. У пациента до сих пор находится у нас под наблюдением, у пациента нет признаков рецидива. И единственное, о чем хотелось бы сказать, о том, какой ценой это все достигается. Достигается ценой вот таких вот осложнений, которые купируются и лечатся в процессе. Это не запущенное поражение с видистых и кожных покровов. Это лечение, которое и в процессе, и после, эти пациенты, которые действительно страдают от такого вот осложнения химилучевой терапии. Ну и симптоматическое лечение, которое проводят врачи, находящиеся на отделении, которые курируют этих пациентов, проводится лечение. Об этом надо не забывать, о том, что нужна вовремя трахеостомия, о том, что нужна гастростомия. Нужно понимать, сможем ли мы начать химиотерапевтическое лечение при отсутствии этих двух опций. Обязательно нужно это решать, и решать это нужно коллегиально и выполнять до начала лечения. И несколько слов о нескольких препаратах. Это цитоксимапа, который вошел, подробнее скажет Вероника Викторовна, который очень плотно вошел. Также он демонстрирует в комбинации с лучевой терапией контрольную в течение трех лет у 47 пациентов данного исследования, которое представлено на слайде. Как видите, на графике видно, что действительно есть контроль над этой категорией пациентов. Ну и представленные данные, были взяты два режима. И, как видите, при использовании в первой линии режим, всем известный режим, в комбинации цитоксимап с препаратами, химопрепаратами, включением доцитоксела. Как видите, в первой линии, если пациентам проводится этот режим, с последующим применением во второй линии ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, составляет медиана общей выживаемости 21,9, то есть практически 22 месяца и 19,4 месяца соответственно. Иммуногенность – очень важный фактор, который нам необходим для нашей категории пациентов. И хотелось бы сказать о том, что он имеет средний уровень соматических мутаций по сравнению с другими опухолями. Другие опухоли представлены на слайде, возможно, их там, в самом деле, не очень видно, но он имеет средний уровень. И относительно этого среднего уровня хотелось бы сказать о том, что экспрессия PDL существует как на опухолевых клетках, так и на иммунных клетках, что очень важным является в дальнейшем планировании пациентов. Как видите, очень важным является категория определения оценки экспрессии PDL – это показатели TPS и CPS, которые также определяются для того, чтобы понимать в качестве прогноза в дальнейшем, что с этими пациентами мы можем для себя планировать. Наибольшая эффективность у пациентов с выпачивой позитивной, с наличием экспрессии, как видите, PDL на иммунных клетках. Это очень важный момент. И стандартная химиолучевая терапия, лучевая терапия, оперативное лечение наиболее эффективны в группе пациентов, у которых имеется P16 положительный, как видите на слайде, и PDL экспрессия на иммунных клетках. Ниволумаб – препарат, который также демонстрирует улучшение общей выживаемости. Это препарат, который действительно тоже вошел очень плотно в ряды лечения пациентов с опухолями головы и шеи. Пембролизумаб – исследование Keynote-40, которое было проведено у пациентов. Как видите, по графикам мы видим, что есть в комбинации стандартной терапии и пембролизумаб. Были две группы отобраны и проведены. И общая выживаемость в зависимости от экспрессии PDL1. Как видите, достоверно выше в группе у пациентов, получавших пембра, когда СПС положительное. То есть здесь снижается риск смерти 26%. Ну и под группах негативной экспрессии показатели общевой выживания сопоставимы. Очень важно, как видите, огромная тема, она очень интересная. И очень важно иметь вот такую команду, которая сегодня сидит с нами вместе здесь. И не все здесь сидят, поскольку мы не можем собрать сразу всех. Тематика очень интересная. Стараемся именно собираться в таком мультидисциплинарном масштабе. И планируем этих пациентов обязательно совместно. Я хочу сказать огромное спасибо за внимание. И слово предоставляю Ольге Игоревне Пономаревой. У нее тема посвящена роли МРТ в первичной диагностике опухолей головы и шеи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...